Я вам сейчас таблетку покажу, какую я таблетку пью. Покажите, покажите. Хорошо. Вот. Ай! Ах! 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 Вот я, видите, вот этим я с чаем сижу. Вот. Вот вы присядьте и спокойно, и все. Я туалет хочу, через пять минут, вот, через пять минут откройте. Все, я здесь подожду туда. На прошлой неделе вот этому вдушесчипательному эпизоду, возникшему в киоске по адресу Куйбышева, 169-1 в Екатеринбурге, к которому мы еще непременно вернемся, предшествовали весьма загадочные события, наводящие на нехорошее подозрение на, как минимум, утечку информации в местечковом правоохранении. Активисты партийного проекта «Народный контроль» по ходу выщемления незаконных торговцев алкоголем, как пивом, так и фунфыриками, провели успешную контрольную закупку в ларе на Куйбышева, 82-Б, того же индивидуального предпринимателя, что и на Куйбышева, 169-1, после чего, как обычно, сообщили о выявленном нарушении в полицию и, не менее обычно, стали ждать прибытия наряда на улице. И тут начались чудеса. Через 15 минут после звонка в полицию продавщица, ничего не знавшая о контрольной закупке, вдруг вышла из круглосуточного режима, ларь свой закрыла и погасила свет. Когда приехал участковый, всем оставалось только руками развести, а ему ни с чем уехать. А вот народные контролеры торопиться не стали. И не зря. Чудеса продолжились. Торжище, на Куйбышева, 82-Б, воскресло. Буквально 20 назад этот киоск был закрыт. Закрыт был после сообщения в полицию. Силу выключен. Посмотрим. Я уверен, что сейчас здесь алкоголя вообще нет. Здравствуйте еще раз. Даже сигареты все закрыты. Все было открыто, сейчас даже сигареты закрывают. Пиво-то есть у вас? Нет. А спирт? Нет. Все вывезли? Не было. Не было. Можно посмотреть? Да. Можно, да? Спасибо. Давайте посмотрим. В этом киоске дважды находили огромное количество пива, водки, спирта, фамфурей. Вот, посмотрим сейчас. Как мы видим, чудеса, ловкость рук и умение оперативно сработать, по всей видимости, предприниматель успел за 20 минут отсюда вывезти все, почистить и пиво, и водку, и спирт. Вот почему после такой предыстории порядок действий в другом ларе того же хитрого ИП через несколько дней был уже иной. Контрольные закупки на Куйбышева 169-1 уже были до того. Административное производство по этому поводу уже было открыто. Так что, достаточно было и без закупки убедиться, что в зашторенных холодильниках стоит запретное пиво с ценниками, а в проходе короб с фунфурями и вызвать все тех же полицейских. Однако на этот раз, зная о том, какие фокусы тут творятся, общественники в ожидании прибытия наряда ни на шаг из торжеща не вышагнули. Даже тогда, когда наглючая торгашка попыталась их вытолкать под угрозой того, что у нее уже терпеть мочи нету, вся в голову ударила, и она сейчас обмочится. Заходи тогда! А дверь не закрывайте! Как я буду сидеть? Но мы никого не пустим. Мы никого не пустим сюда, и все. Нет, один тогда заходите, на другую выходите. Я здесь буду стоять. Я туалет хочу. Я буду стоять здесь. Я вам повторяю еще раз. На самом деле, обещанных взрывов мочевых пузырей не последовало. А вот доклад начальству о неудачной, извините, ссылке на горшок прозвучал. Да, он в зале не выходит. Я туалет хотела поднимать. Не выходит он. Наконец, подоспела и полиция для фиксации очередной борзости все на одном и том же рецидивном адресе. Смотрите, здесь лежат два. Это мое, это микрофон. нету там. Вот, водитель, какие-то ценники есть. Можно? Держи. А вот, почему вы туда? Вот. Смотрите, вот, ценники, вот, ценники все есть, пожалуйста. ИП указано на ценники. ИП есть, пиво есть. Вот. Пожалуйста. Пойдемте, склад еще посмотрим сразу. После того, как полицейский протокол был составлен и объяснения к нему даны, общественники уехали. Но приехали через два часа и с удивлением обнаружили и пиво, и спирт неизъятыми все на том же месте в Ларкена-Куйбышево 169-1. Адрес специально повторяем для полицейского начальства, которое может быть заинтересуется уже целым рядом странностей в работе подчиненных на этом заколдованном месте с одним и тем же индивидуальным предпринимателем.